господа и дамы всем добрейшего времени суток и физкульт привет эта рубрика best replace как вы заметили регулярность наших выпусков заметно снизилась ну скажем так регулярность не бывает повышена или понижена регулярность либо бывает либо нет нельзя быть немножко беременным так и нельзя быть чуть-чуть регулярным нет регулярность исчезла и в связи с этим у нас есть заявление к вам в общем-то мы предполагали не скажу что с большой тревогой но были определенные определенные мысли о том что к тому и придет у каждого из нас у эспиранта и у меня есть свою жизнь на такие финансовые рельсы монетизации чтобы мы могли в ущерб каким-то иным нашим занятиям тратить время на поиск и на комментирование реплеев до таких состояний рубрика не дошла тем не менее огромное спасибо всем кто нас поддерживал и продолжает поддерживать это очень приятно и вообще благодаря вашей поддержке мы пока еще этим и занимаемся потому что у каждого из нас есть своя жизнь семьи друзья работа в первую очередь конечно профессиональная деятельность которая требует больших энергозатрат и капиталовложений поэтому на рубрику сейчас остается все меньше и меньше времени но будем мы закрывать окончательно не намеренно мы время от времени будем вываливаться вот так с внезапными сериями в эфир поэтому от канала и из группы я советую не удаляться и от канала не отписываться вот ну а эту эту рубрику этот выпуск новую серию 58 поддержали михаил косарем целым поддержал спасибо миша и закса еще вдобавок и всему это просто удивительно как оказывается нас смотрят еще и мои земляки что отрадно вдвойне ну и господин шаталкин 49 рублей зуборского плеча он перевел сообщает быстрый place это именно то что хочется позалипать после работы рубрика просто супер спасибо вам большое ребята я сейчас и в варкрафта уже не играю потому что ну потому что так сложились обстоятельства меня поменялись немножко приоритеты в развитии стримерской моей деятельности поэтому буду уходить от задротских игр еще в машинке вот есть но я буду тоже сейчас от них отказываться все больше и больше и переходить на более развлекательный формат чем на киберспортивный ну что ж ребят поехали 58 серия посмотрим чем нас порадует новый выпуск погнали альянса синсекай против андеда ник которого я прочитать не успел слишком быстро промелькнула окошко начала игры начальная заставка так выравниваем громкость но то я у себя не обращайте внимание карта тиринас понятия не имею что за патч но скорее всего какой-то венрарный поскольку зонтик эту демку взял себе в пак а зонтик как мы знаем сейчас ныне варкрафтом не занимается и соответственно реплеи современных патчей не собирает 29 30 значит а что-то старая добрая power билд алтаря хумана power build power build это fast герой это соответственно fast creeping fast expand fast реки level не всегда хумана матери наси насколько я помню алтарь возводить а это вот так это может быть даже харасс какой-то ранний красавчик ну конечно это же best replays best replay а вы как думали постройка завершена ну раз это best replays то и соответственно сюжет будет необычным я прям пытаюсь убрать с экрана громкость что происходит не знаю а вот тогда это делается хорошо все пожалуйста уберись уже громкость да надо нажать чтобы она исчезла тогда он д д д д к стандартный кладбище ранний д к и поздний гравьяр то есть сначала будет харасс потом будет будут фенды судя по всему д д к еще не знает какой сюрприз ему заготовил гражданин так андет marching bands marching bands никаких ассоциаций у меня нету с этим никнеймом равно как и с хуманским тоже но это такая стратегия angry korea мэна который играл по красавчиком вообще против всех агрид ограм ага на лс четки кидает flame strike он планирует видимо сосать и жечь отжигать сосанием скажем так прям как заправская куртизанка как любой любая бьюти блогерша и звук извека или из инстаграма одного рабочего таки потерял когти получил второй левел не знаю почему не побежал с лсом наложенным на себя сразу бомбить трех мелких разбойников не знает об этой фичи или решил не заморачиваться так а он же лавкач у нас есть я не ошибку нет не лавкач у нас интеллигенса у нас маг поэтому туфли ловкости это на про до джи да как это очень поздно прибежал харасить обычно нормальные адекватные да как стермента минус 2 раба молодец все таки отхарасил двух рабов скелетами такой happy style но кстати по моему дал xp за обоих скелетов блог магу вот андет запустил тер 2 все у него четенько грамотно вообще помню дека должен пораньше прибегать на харас но где-то он там задержался в пути возможно лошадь завершена переподковал может быть на пикник на привал там располагался и человек старый ему уже лет 400 наверное по лору поэтому простим ему такую слабость минутную сосем сосем и жжем жжем и сосем вот главное правило блог мага кайлами особенно покидаешься давайте подумаем вообще в чем задумка хуманская до блог маг чё блог маг это очень крутой чемпион герой недооцененный многими в свое время у него все скиллы полезные в том числе и феникс конечно ультимейт отлично если его контролить может нанести очень много ущерба врагам но видимо планируют под инвизом бегать и сжечь андеду рабов вот видите дк не может подойти в принципе на харас потому что остается без кайлов вот он пытается сейчас у него есть мана на койл он будет пытаться добить большого медведя хуман грамотно переключается и еще пососал немножко скелетов убиваем и и еще сейчас отсосем вот так все-таки добивает добивает кайлом дк своего врага здесь невидимые стражи вот флейм страйки кидать это плохая идея в такой ситуации флейм страйки нужно кидать либо в толпу либо по статичным целям там пока ли там каким-нибудь до которые пока там свои юбки поднимут бежать в освоясь и уже половина помрет помрет охота за пизан там скелетов по моему дк нет еще были скелета трупов не нашел или что сейчас трупы будут вот нет финт успел все-таки тоже ретироваться great на tier 2 завершается ван деда хуман заметил он не идет не в экспант нет он идет в tier 2 будет играть стандартный tier 2 ну я думаю что будет faster 3 мне кажется против андеда и сыграет в какую-нибудь там страту инсомнии вот а может сыграть как против какого-нибудь хумана через полбрекеров но тут без кастеров у андеда появятся дестройеры с первыми дестройерами все кастеры будут естественно дискредитированы так все-таки на второй левел где-то наковырял дк появилась у него аура но здесь если не ошибаюсь то уже третий лывак у красавчика могу ошибаться и вообще очень много могу ошибаться и варкрафт не играю сейчас в полнейшем он активе great на закопку пошел бойня и нога а значит андет рассчитывает на какой-то пуш а смысл пушить в чем нога это герой естественно на какой-то быстрый сценарий игры но смысл пушить хумана который никакого экспанда не ставил по технологиям не отстает по армии тоже я не особо вижу с другой стороны у ноги но тоже можно сосать сосать можно и у ноги несмотря на то что сосать у нее в общем-то особо нечего но было дмашь владмак он такой он очень опытный он найдет что пососать даже там где-то невозможно вот такой кривой флеймстрайк очередной я думаю что вот вместо этих глупых разменов кора заоблачный должен был бежать и мочить коры на базе у андета с околитами под инвизом вот это вот тогда во время игры на тир-3 он бы нанес очень много ущерба врагу плюс глаз бы там поставил он продал тупо продал вы понимаете как родину но хумана свой план дает играть на тир-3 черт его знает андет возможно третьим возьмет лечевку но и попытается занюкать blood maga но к нему можно взять какого-нибудь палыча например вторым либо хуман планируют играть соло blood maga тут поскорее получить феникса как вариант палыча идеален здесь в этом случае то есть blood maga перед качу этому ману тебя бесконечный хил палыч сам с инвулом бегает еще раз старый патч палыч там под инвулом годами может провести вот бежда бежал до без инвизов без всяких но без инвизов эффект не тот видите здесь он этого увидел пораньше только один околит сгорел может быть взять какого-нибудь архимага но его качать надо конечно дабл заливка лепит лорда и по заливать как следует грейд на тир-3 потеря на колит футмены пытаются еще и зигурад уничтожить во время грейда вычинивает кое-как логово футмены прорывается минус еще один точно колит будет blood maga нажимает на tp минус 2 колита грейд закончился ну не то чтобы очень большие потери понес андет если честно так чуть-чуть совсем слегка заморозил андету инкаминг ой как выжил зигурад на каких лалах снова пошла прибыль в копилку андета и не у 2 дк еще если не ошибаюсь вот он его пытается докачать до 3 не знаю зачем койл 2 получить не знаю для чего потому что койл без новой деньги на ветер большой вот поушен это хорошо большой бутылёк лечения у дк на гу кайлом не полечишь финнов можно конечно из мертвых поднимать ага глаз на своей базе очень грамотный ставит андет против вот как раз этих забегов от blood maga под инвизом но нельзя под инвизом значит можно дириж бомбеля что там будет готовить хума непонятно то есть если ты не уходишь в макро то эти разводы зачем что-то планируешь ой вот это неожиданно было вот это неприятно минус 23 околита вот о чем я говорил когда предлагала хуман убежать в подобную же акцию с инвизом андет не успел бы среагировать но вот сейчас великолепных а раз андет правда одного экстра колита штампану на всякий пош но добычи по прежнему нет не знаю может он там пачку грифонов сейчас настроит каких-нибудь пёс его знает я бы все таки здесь второго героя взял и если хватает микро то покрепился бы параллельно с тем же палыча потому что у хороших про геймеров а плохих про геймеров не бывает иначе они не были бы про геймерами исключение составляет только магод который в общем является воплощением какой-то вселенской мудрости воплощением чего-то такого это танки с одной нычки ничего себе в общем он он является каким-то посланцем из иных миров поэтому мы не можем его уравнять с простыми смертными финда не отводим под лсом и побежали рабочие крестьяне до ставить экспант не совсем понимаю не совсем понимаю танки уже поедут но вот хуман обычно обычно эти процедуры проходят в обратном порядке у хуманов сначала экспант потом танки а тут вначале поедут танки а потом будет экспант 12 минут уже длится игра и судя по всему все только начинается все только начинается постройка так тир-3 тут грифона но с одной нычки мне кажется это очень жирный заказ был от хумана раскатал он губы с одной нычки грифонные танки ты не настроишь а экспант нет он не собирается строить экспантом просто взял мили писсионеров и прокрепил точку да он планирует все качать бладмага до шестого побыстрее ну до пятого точно так финт финт должен был что-то заметить но не заметил ну не тупо сжатим до этого то сейчас она его купит кстати да да вот он покупает т.п. прилетают два танка прилетает на персонал очки б.м. и сейчас будет бы иметь по полной программе у как же больно продай свои танки сжог андет мгновенно жмет т.п. но такие разводы они этот танк ой дирижабль ловят надо высаживаться и а высаживаться и нельзя из дирижабля который поймался в сетку грэдов на атаку по моему танков нет пытается улететь но нет ну куда ты что ты мы все сейчас будет сотрясение мозга красавчик красавчик с сотрясением мозга это мне кажется дима билан ну и причем сотрясение перманентно не проходящие там красавчик убежал в кусты или что-то убежала уехал танк не красавчик вот танк попытался схорониться и внезапно понял что там не креплена в общем подбил андет два танка как белорусский партизан а здесь вы знаете нычка строится хуман очень оптимистично строит свою стратегию в этой партии все успевает нычки ставит танки штамповать грифона вот одного заказал андет видит вот пошла разведочка сейчас видит экспан ну и вопрос в том что в какой-то момент нужно будет плюнуть на харасс собственной базы либо дел либо делить армию хэппи разделил конечно армия оставил бы там паучка какого-нибудь и и еще какого-нибудь пауч героя например нагу охранять мэй на сам бы пошел от менять вышки но она бежит сей пачкой видит кстати сейчас разведка что возвращается к нему хуман андет не понимает не понимает такой простой механики как девайд армии просто это как цыганский табор да это все они являются друг другу родственниками близкими братьями сестрами сумовьями они не могут друг без друга везде ходят вместе знаете как ну как как типичные кавказские кавказские ребята которые тоже любят любят гулять вместе танцевать лисгинку вместе и бороться с возражениями вместе тоже кто-нибудь сделал он замечание один человек они к нему все вместе вот так подходят и если динаме ты сказал следы димы тебе час и вот вот так же ходит и андет а надо иногда делиться вы понимаете это я сейчас обращаюсь и к андету и кавказцам иногда нужно уметь разделиться и попробовать решить какую-то проблему самостоятельно ну как непрекаянно бродит андет туда-сюда кстати разделился молодец какой ведь он внемлет моим рекомендациям потрясающий человек еще бы на жителей некоторых кавказских республик это подействовало у здесь вы знаете здесь буквально какая-то дайнерис таргариан про прокатила по базе андета один акалит пережил катаклизмы три вышки построились андет пытается побороться отменить там еще дроп танков будет но хуман пытается навязать такой высокий темп игры андету не дает ему скучать постоянно разводит залетает прилетает так как будем отбивать вот немножко не успел он конечно достроить вышек если бы их было штук 700 сейчас то можно было бы писать gg а так это все напоминает мне мой матч с санчесом первую первый шоу-матч когда на третьей карте я также хуманом пытался разводить но не с красавчиком а сын кой тогда я успел построить три миллиарда вышек ох финн сгорел на работе ох 2 еще два пробежали тут леса горят ребята до пожарных вызывать живность разбегается в разные стороны только один финт видимо с отсутствующим чувством самосохранения побежал по углям это был финт йог которые смотри смотри как я умею и всеми шестью лапками но все теперь в больницу втором в трав пункт надо ехать до пантанола мазать там нычки скоро кончится причем хуманская кончится пораньше же мы думаю что вот 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 уже очень близко осталось очень близко это до этого события очень мало времени осталось два небольших танковых взвода направились партизанец но четко магистратой пользуется хуман танки оставляет придерживает пытается понять где андет что танки нужно пускать ровно в тот момент когда тогда супостат покинул свои владения так и что 435 он деда 42 лимита 48 42 и 48 да так и что стройка завершена обувь полтинники мы так это важный момент а хуман продолжает да вот он сейчас перри перри базируется потихонечку переползает на другую базу и двумя танками очень грамотно контролируют проходы до ланды да если честно очень неприятная ситуация гранича с безвыходной потому что ну ему надо разделять армию вот упустил хуману только-только дай хотя бы секунду передышки буквально несколько минут тайму свободного времени в собственном распоряжении он тут же на на делает вышек тут же на делать как заправский вертухай сидит на вышках как в каком-нибудь лагере строгого режима так и вот два танка видят выходящую армию андета но того да это моя стратегия нет нет ладно не моя я ее не придумывал но я именно так играл с санчесом в той преснопамятной игре в лохматом году когда варкрафт еще был мертв как и наш санчесом скилл завершена приезжают танки о какой оптимистичный андет он он построил костяной завод он реально думает что у него будет хватать денег на вермов в этой ситуации когда у него один экспант и тут постоянно харасситься и он там уже половину ресурсов на колитов потратил посмотрите как третий flame strike сжигает к чертовой матери вообще это просто жуть я бы ливнул на месте андета сейчас будет еще один flame strike танки не дают андету пройти к базе ой какая боль какая боль минус зикурат колита там кое-как перечинивать неужели еще один flame strike будет я не верю нет персоналочка это была персоналочка или настоящий т.п. нет это был был настоящий т.п. нет это была персоналочка на танк что ли дропнулся игра только начинается ребята ну для андета нож заканчивается если честно аутов не вижу но то best replay может произойти все что угодно да мне жалко андета вот так же и санчес пытался тыкаться мыкаться сейчас будет атака на вышке не знаю сколько там грейдов на масона и у хумана должны они быть танки поехали сколько грейдов на масона и завершена кстати вирн неплохо так плюхи раздает нет но если вышки не чинить тогда ты не отобьешься это в это правда вышки надо чинить такое правило отличный flame strike отгоняет весь цыганский табор от базы врубает in wool blood mag высасывает ману у дк как жестко у дк не остается ману на койлу еще один flame strike немножко кривоватый андет бежит вперед ну вышки надо было чинить конечно и приезжают четыре танка 4 трупа возле танка а тут четыре танка возле трупа наоборот все происходит и персонал очка от красавчик краб стайл но сейчас main падет естественного андета а а чинить вышки будем нет вася ну что ж ты делаешь то есть персонал кайстав и общий тп у хумана я чё-то не совсем понимаю а ты что отдаешь экспант нет ну не надо было так делать хотя достаточно сейчас будет наверное сжечь всех колитов и на этом он да да все закончится почему-то этого не делает хуман отдает он экспант нет не так это делается надо было оставить одни танки зачем зачем ты дропался блат магом вай поколит занимается очень важной сейчас миссии он уничтожает книгу мудрости потому что она даст решительное преимущество блат магу и хуману в целом нужно обязательно вот борется с книгами понимаете как фашистской германии как в романах оруэлла нет не оруэлла конечно рая брэдбери живые наступают не хорошо не хорошо бороться с искусством так танки проутюжили всю базу расчет хумана был на то что просто уничтожит базу он да да быстрее чем тот даже с его за экспантом справится еще откуда-то хума наковырял трех трех грифонов ну и понимает что еще что-то вон это где-то строится сейчас нужно грамотно провести разведывательную работу для этого танки нужно сплетить сплетить но танки бесстрашно отважно вы знаете доблестно едут прямо в лапа андеда увидели андеда развернулись и вот если они сейчас налево налево нет но сплит побегушки возле деревьев 5 грифонов у хумана но та нычка принесла прежде чем пасть окончательно да танки нельзя вот так отдавать их нужно сплитить и сейчас искать искать постоянно искать у тебя есть обсерватория там можно просвечивать золото не так много наверное но какие-то ключевые места хотела просветить понять уголки куда неудобно добраться будет о отличный flame strike может да здесь андет немножко затупил и в дело вступают грифоны минус 2 финда молочник вообще не жилец его типа мармора и еще перед да как жестко что в лавала 6 лавала blood mac сейчас вы вызовет он естественно феникса 2 300 еще в руднике обалдеть или как сказал бы юрий гальцев обалдеть да но андеда непонятно вообще остается три героя они не раскачаны они слабые черт я не посмотрел сколько у хумана осталось золото и вот он феникс пошел же есть жесть не в того ты кидаешь койл новый дружище феникса дикий дамаг вообще дака выпивает большой большой пошин минусуется грифон можно нагу убить ногу 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 она дохлая нога вот зачем дака было фокусить вот ногу личное решение можно еще банишь прокат ну на седьмом баню прокачает будет закидывать банишь высасывать ману и закидывать в банишь покусить грифоном и фениксом да не ванда это вообще нет никаких аутов тут просто раскидает хуман в этом-то и фишка красавчик он как в доте до инвокер который жонглирует своими спеллами так и здесь вот инвокер в варкрафте он тоже умеет жонглировать спелами не все суть на все спелы полезны контролем грифонов есть став он откуда у нас уже единственный шанс андета каким-то чудом зафокусить инвокера но красавчик так просто не не умрет я думаю танки едут разведка идет найти последнее здание которое кстати должно уже было открыться хуману потому что у андета не осталось и мэйна ну и правильно едет танк абсолютно он знает где это здание а в стоп это же мэйн лол подождите нет 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 все закрылась заново хуман понял что он построил мэйн ну и проверил вполне логичную естественную точку для этого вот все было нужно еще подрывника подрывника нанять чтобы ускорить процесс подрывника нет не хочешь голды нет я так полагаю андет живет на каких-то молитвах чудесных потому что он откуда-то изыскивает вот андет явное не работал в пенсионном фонде потому что андет откуда-то изыскивает средства чтобы продлить жизнь своей базе в отличие от пенсионного фонда поднял ндс для колитов не знаю до этого конечно провел чемпионат мира на своей базе но команда приехавшая в гости разворотил чертовой матери все государство андета поэтому он быстро лавочку свернул да но это гг я я не вижу здесь никаких аутов а он отдать просто не может ничего сделать хумана у него три не прокачанных героя да еще и без маны против грифонов танков не это анрел вообще но андет делает ход конем он возводит мэйн на базе прям на базе будучи надо такой психологический трюк хуман я думаю эту базу проверить последний в своей жизни потому что просто потому что он там уже все уничтожил не хочется знать и на такой подсознательно не хочется проверять там где ты уже был хочется посмотреть в тех местах в тех уголках где ты еще не был но много раз об этом говорили это такой трикс и на про сцене не только в варкрафте я думаю везде где можно какие-то не знаю какие-то оставлять нычки оставлять какие-то круто лут в максимально потаенных местах вот всегда предпочитают сделать какую-то тайную операцию провести там где соперник уже проверил и точно туда уже не пойдет может конечно пойти но в первую очередь захочет исследовать другие части карты так что хумана по золоту не знаем там активно собирает лес для чего-то ждет когда да не знаю чего он ждет можно потаскать голду и принципе нычку поставить он просто андет без героев вообще ничего не сделать ну смысле без вот с этими тремя героями ничего не сможет сделать никак не по моему не помешать мить каш по убивать рабочих можно как-то он там скорее ляжет какой-нибудь из героев андета третья нога да нет это все чушь андет оттягивает неизбежная пошел в атаку хуману можно и бой дать а можно пойти уничтожить снова андетский мэйн так бежит стадо рабочих разворачивается начинается файт но андет тоже не хочет файтится естественно на как только видит феникса у нее хвост начинает дрожать личь хоть как-то мы сможем что-то пережить да немножечко у него есть каких-то гарантий жизненных виде кайла хотя чё-то дк не кидает кайлами может маны нет если мана нет нет вот койл есть у маги то вообще никакой страховки нет абсолютно дк под инвизом но здесь он вул еще у блат мага поэтому мы его вообще невозможно зафокусить один герой раскидывает троих правда от 6 левела в отличие от троих андетовских представителей ну и все был бы седьмого лишь бы уже умер от баниша еще один кайл ногу попытается окружить ну как вариант какой же дэмэдж у феникса но все вот нога точно никак не выживет отлично окружил рабами забили мешками золотом такую вот такую концовку мы желаем всем проклятым империалистам наживающимся на нуждах простого народа можно себя можно дк в баниш дк в баниш дк в баниш высасываем последнюю ману в баниш в баниш дк и там такой жесткий дэмэдж идет от да ну где и держит дистанцию четко и последним выстрелом да классно расконтролил в конце хуман ггвп здесь андет был обречен примерно где-то середины игры перелома не получилось но для притязательных наших зрителей для особо взыскательных которые требуют каких-то невероятных зрелищ я скажу так ребята найдите пришлите и мы прокомментируем потому что мы уже перелопатили так много тонн материалов что даже такие вот такие дэмки сейчас на безрыбье оказываются ну какими-то здравыми зернами вот такие дела друзья всем спасибо за просмотр на этом рубрика не закрывается но выпуски в след впоследствии будут будут выходить ну скажем спорадически всем хэллоу и до новых встреч с вами был баню аспирант и сайт goodgame.ru